В этом видео мы будем повышать FPS в играх с помощью одной утилиты, которая называется Booster X. У данной утилиты есть несколько методов оптимизации, и самое главное, она оптимизирует твои ПК быстро, эффективно, безопасно и поможет увеличить FPS в любой игре. Ну а мы переходим к самой программе. Заходим на официальный сайт программы и нажимаем на кнопку скачать. Ссылка на сайт будет в описании под этим видео. Переходим и скачиваем программу. Запускаем Booster X и начинаем оптимизировать свои ПК. Давайте сразу поставим русский язык. Первое, что бросается в глаза, это дизайн программы. Он очень современный и понятный, что играет немаловажную роль. Также справа показаны последние обновления. Тут показана информация о том, какие проблемы были исправлены, что было добавлено и так далее. Еще тут показан уровень оптимизации. На данный момент у меня плохой уровень. Давайте перейдем к самой оптимизации. Нажимаем начать оптимизацию. Тут программа нам предлагает три метода оптимизации. Первый метод устроен в виде опросника. Вам выходит вопрос, а вы нажимаете да или нет. Также тут на каждой настройке показаны плюсы и минусы. Второй метод подходит для тех, кто хочет быстро все настроить. И тут также есть режимы быстрой оптимизации. Это базовый, углубленный и углубленный плюс. И третий метод называется эксперт меню. Данный метод подходит для тех, у кого, во-первых, есть про-версия и кто хочет сам вручную оптимизировать свой ПК. Так как у меня есть про-версия и я хочу сам все вручную оптимизировать, я выбираю третий метод. Но если вы тоже хотите получить про-версию, то можете перейти либо на сайт BoosterX и там нажать на кнопку получить про, или же в самой программе нажать на активировать и купить про. Потом выбирайте, какую подписку вы хотите приобрести на месяц или навсегда. Также там расписано, какие преимущества вы получите с про-версией. В общем, я выбираю третий метод. Вы выбираете тот, который вам подходит. Кстати, у кого нет про-версии, у вас есть возможность ознакомиться с эксперт меню. Там вам будет предоставлено несколько настройок, чтобы понять, как это все работает. Тут программа нас сразу предупреждает, что синее это хорошо, красное плохо. Переходим в раздел параметры. Тут показаны настройки, которые можно отключить или включить. И тем самым оптимизировать свою систему. Я нажму оптимальное, чтобы программа сама выбрала, какие настройки для меня будут оптимальным. Включить или отключить. И нажимаем применить. Далее переходим в раздел электропитания. Тут я отключу Power Throttling. Это функция регулирования мощности, которая предназначена для ноутбуков. Так как у меня ПК, мне эта функция вообще не нужна. Дальше я добавлю кастомную схему PowerX, чтобы поднять максимум FPS в играх. Тут нас сразу предупреждает, что возможен небольшой прирост температуры ЦП. Если что, будем следить за своим процессором. Нажимаем применить. Переходим в приложения. Тут удаляем все ненужные стандартные приложения от Microsoft, который за вас решил все это установить. Кстати, не забудьте включить вот эту функцию. Она у меня включена, но если у вас отключена, то включите. Она поможет удалить полностью файлы этих программ даже в самом реестре. Нажимаем применить. Следующий раздел это службы. Тут я отключу все службы, которые мне не нужны. Это принтер, Microsoft Store, SysMain. Также я отключу клиент отслеживания. Без нее и так система работает нормально. Далее отключаем определение оборудования оболочки. Диспетчер платежей. И NFC тоже выключаем. Оно нам не нужно. Использование данных можно тоже выключить, если вы не считаете, сколько потратили интернет трафика. Также включаем функцию группировку служб. Данная функция вам поможет освободить место в оперативной памяти. Ну а если вам лень вручную все это отключать, то можно одним кликом нажать на оптимально или максимум, и программа сама отключит ненужные службы. В разделе очистка очищаем весь мусор на своем ПК. Я выбираю углубленную очистку, чтобы очистить как можно больше ненужных файлов. Также очищаем реестр. И нажимаем применить. Далее твики реестра. Тут я выставлю оптимальные настройки. И нажимаем применить. Следующий раздел это автозагрузки. Тут я отключаю все ненужные приложения, которые добавлены в автозагрузки. После чего нажимаем применить. И последний раздел это прерывания. Тут мы распределяем подключенные устройства на отдельные потоки процессора, чтобы разгрузить поток, на котором работает большинство процессов и устройств. Тем самым ваша мышь и видеокарта будет работать без лагов. Я нажму на оптимальное, чтобы программа сама поставила нужные настройки. И нажимаем применить. Перезагружаем свой компьютер, чтобы настройки применились. Так, ну все, я перезагрузил свой ПК. Сразу заметил, что он стал быстро запускаться. Сейчас он запустился у меня за 15 секунд. До этого я ждал почти минуту. Давайте запустим бустер X и посмотрим на уровень оптимизации. Сейчас программа показывает, что у меня хороший уровень. 61%. До оптимизации было где-то 28%. И это плохо. Сейчас я запущу игры и проверю, насколько у меня увеличился FPS. Можете посмотреть на тесты до и после оптимизации. Тесты я проводил в несколько играх. Первая игра это CS GO. До оптимизации FPS был в районе 150-200 FPS. В Fortnite у меня был FPS 100-130. В Minecraft у меня был FPS 130-150. В PUBG 85-110. Теперь посмотрим на тесты после оптимизации. В CS GO FPS после оптимизации у меня поднялся. Сейчас у меня FPS в районе 200-250. В Fortnite у меня тоже немного прибавился. После оптимизации он стал 150-200. В Minecraft я разницы не увидел. Как был FPS, так и остался. А вот в PUBG у меня FPS понизился. До оптимизации у меня FPS был в районе сотни. Сейчас у меня 60-80. Возможно какие-то настройки повлияли на игру PUBG. И поэтому у меня понизился FPS. В целом эффект от оптимизации есть. Да, конечно он не такой уж сильный, но он присутствует. Я не думаю, что оптимизация в Booster X увеличила бы мой FPS на 200-300 кадров. Мое мнение, что данная программа очень сильно поможет тем, у кого менее игровой компьютер. Либо вообще слабый. И еще я старался делать оптимизацию не на максимум, а оптимально. Думаю, если попробовать сделать на максимум, то FPS в теории может еще прибавиться. В целом данной программой я доволен. В первую очередь она реально оптимизировала мою винду. А у меня Windows 11 и она бывает долго прогружает анимации. И почему-то у меня до оптимизации долго загружался ПК. Сейчас с этим все нормально. Ну и также у меня прибавился немного FPS в CS GO. И также в Fortnite тоже немного прибавился. Хотя я этого глобально не почувствовал, так как повторюсь, возможно из-за того, что у меня игровой компьютер. Но вот что мне не понравилось, это то, что я не могу сделать возврат настроек, которые у меня были до оптимизации. Я просто не могу найти эту функцию. А еще я заметил один баг. Когда меняешь на русский язык, то допустим, где показан уровень оптимизации, там почему-то не переводится. Приходится заходить в другую вкладку и там менять язык. Надеюсь, разработчики справят эту проблему с переводом. Ссылка на BoosterX будет в описании. Также я оставлю свой купон на скидку в 20%, если вы будете выкупать подписку. Всем спасибо за просмотр, с вами был Симон и всем пока.